Ну что, Витя, осилишь? Слишком серьезный клиент Его же два раза пытались убрать Теперь пасут день и ночь Так ведь и деньги, Витя, хорошие Это твой интерес? Нет, я только посредник И сколько ты хочешь за посредничество? Половину Обойся Бога, Филарет Если бы я боялся Бога, Витя, я бы здесь с тобой не сидел Я могу обратиться к другому человеку Мне нужен месяц на подготовку Вот ключ Передай заказчику Сделаем дело Деньги в 17-ю ячейку На московском, как всегда Моя доля Получу деньги, рассчитаемся Деньги в 17-ю ячейку Деньги в 17-ю ячейку Деньги в 17-ю ячейку Деньги в 17-ю ячейку Ячейку Стоит Сворачиваем на Кромверске. Скоро будем. Встречайте. Все нормально. Ждем. Все чисто. Как-то мне не по себе сегодня. Магнитные бури, наверное. Наверное. Может, старушку убрать? В каком смысле убрать? Кровожадный ты человек Сопронов. Чувство сразу убрать. Старушка тебе чем помешала? Я в смысле того. Чего того? Увезти. Мало ли она на дорогу выскочит. По-моему, она глухая. Не успеет. Не выскочит. Они уже здесь. Лёха, Лёха. Наконец-то прямо над тобой на чердаке. Какой-то блик. Может быть, снайпер. Лёха. Сопронов, прикрой выход. Я на чердак. Стоять! Старушку, чердак. Чего? Так, вроде живой. Лёх, Лёх, ты живой? Олег Филиппович, очнулся наш герой. Да, Алексей, отличился ты опять. Чем тебе так, дяденька, не понравился, что ты его свинцом нашпиговал? Всю обойму до самой железки выпустил. Какую обойму? Киллера ты по что завалил? Как самочувствие? Вроде живой. Ну и слава богу. Вставай, ещё простудишься. Поедем в контору разбираться. Я забежал на чердак, открыл дверь. Дальше ничего не помню. Ну да, упал, очнулся гипс. Иван Иванович, я ни в кого не стрелял. Киллер мог вывести нас прямо на заказчика. Последний, как говорится, ниточка. А ты ему семь пуль в спину всадил, как в одну копейку. Чуешь, чем пахнет? Ну, может, я в целях самообороны. Не пойдёт. Опыт такой киллер свой оставил на чердаке. К тебе на лестнице он выскочил без оружия. А может, он мне чем-то тяжёлым по голове, прямо в лоб. И я, пока не потерял сознание, всё обойму в спину и... Вспомнил. Нет, это версия. А другой версии у тебя нет? Нет. Тогда я вынужден взять тебя под стражу. За что? Марченко, заберите от меня задержанного. Да, побыстрее. Покушение было совершено в самом центре города, во дворе дома, где жил потерпевший. Надо сказать, что это третье покушение на Павла Заруцкого за последние два месяца. Пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных ран скончался, не приходя в сознание. Следствие по этому делу ведётся в обстановке особой секретности. Нам известно лишь то, что вместе с Заруцким погибли его шофёр и личный телохранитель. Поедешь на московский вокзал, ячейка номер 17. Не понял, а шифр? Шифр вещей надёжная. Возьмёшь оттуда пакет, а этот положишь на его место. Ключ и пакет оттуда привезёшь мне. Взёк. А в пакете что? Сунешь нос в пакет, я тебе откушу его. Лично. Одна нога здесь, другая там, живая. Да я уже в пути. А ты ещё здесь? А ты ещё здесь? Чё, Лёш, голова болит? Водички принеси, пожалуйста. Я всё вспомнил. Ну давай, рассказывай. Там был старик. Ага. Какой ещё старик? Старик с зонтиком. По всей видимости, он меня чем-то и долбанул. Его долбанёшь. А если этим, как его, электрошоком? Вон у меня куртка про жена. Это сколько же раз он тебя тыкал? Раз пятьдесят, по-моему. Да нет, это от сигарет. Лёш, ты не торопись. Ты вот выпей водички и вспомни всё, как было. Пойми, сейчас это всё очень важно. И куда же этот твой старик испарился? Родная заблокирована. Лестница на крыше замурована. Слушай, а может он в квартиру вошёл? Нет там никаких квартир. Вся лестница выселена. Двери заколочены. Слушай, Николаев. Почему ты побежал ещё до стрельбы? Так это, Ерёмин по рации сообщил, что на крыше снайпер. Наверное, оптика блеснула. Да вы спросите у него, спросите у Ерёмина. Ну спросите, он же всё подтвердит, он подтвердит. Мёртвый твой, Ерёмин. Ты не волнуйся. Во-первых, киллера завалили из твоей пушки. А во-вторых, в твоей квартире произвели обыск. Ты не обижайся. И на столе нашли ключ. Какой ключ? От камеры хранения. Стоп, стоп, стоп. Какой камер? Никакого ключа не было. Вы что, с ума посходили? Какая камера хранения? Камера, в которой деньги лежат. Вот запись, снятая с твоего автоответчика. Вашу долю, как договорились, положили в семнадцатую ячейку. Пока. Это же подстава, элементарная подстава, вы понимаете? Меня кто-то подставляет. Вы что, не понимаете? Это же ежу понятно. Ежу понятно, а Иван Ивановичу? Непонятно. Непонятно. Камера хранения проверяли? Проверяли. Ну и что? Там твоя доля. Сто тысяч долларов. Филарет, Адье. В общем, плохо дело. Комитетчики грохнули снайпера и вскрыли камеру хранения. Да, все бабки загребли. Естественно, и твою долю тоже. Короче, Филарет, можешь привязать, что хочешь? Я за свой базар отвечаю. Да хоть из-под земли. У меня все равно бабок нет. Да я и не прячусь от тебя. Сам знаешь, где найти. Охранная фирма «Легион». Открой-ка, стеклышко. Ну что, Кука, жизнь продолжается. Самое время гулять. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 А я вот не понимаю, Иван. Улики уликами, но слишком уж они очевидны. Прямо в нос бьют. А нас, как нашкодивших щенков, в эти улики прямо носом тычут. Да что ты тут мне? Это все разговоры. Мне факты нужны. Факты. Факты говорят о другом. Ты что, считаешь, что Николаев мог работать на заказчиков Заруцкого? Не знаю. Но я в наше время ничему уже не удивляюсь. Все. Значит, продался Николаев. За деньги. За деньги вряд ли. А вот за очень большие деньги. Почему бы и нет? А деньги-то оказались фальшивые. Ну и что? Николаев-то об этом не знает. Вот. А тогда зачем их нужно было в камеру хранения подкладывать? Ну, хорошо. Хорошо. Продался Николаев. Убил киллера. А они решили его кинуть. Так и кинули бы. Не стали бы расплачиваться и все. А они Леши в камеру хранения фальшивые доллары кладут. Понимаешь? Сто тысяч. А фальшивые деньги тоже, между прочим, денег стоят. Тогда зачем? Зачем? А потому что тот, кто Леши фальшивые деньги подкладывал, заранее знал, что Николаев за ними не придет. А придем мы с тобой. Понимаешь? Жалко. Жалко. Жалко ради подставы настоящие доллары тратить. Значит, отпускать надо бедного парня, да? Иван Иванович, только что звонили из изолятора, Николаев сознался в преступлении, готов давать показания. летит, иван... иван. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Ты убил его? Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Тебе жаро. Стать об Варабайсков. Заряжен. Заряжен. Хочешь попробовать? Хочу. Всем оставаться на своих местах. Руки за голову. Только не надо геройских поступков. Город на шарманку. Я сказал, не надо геройских поступков. Возьми лифчик, дура. Спокойно всем оставаться на местах. Руки за голову всем. Кого? Да-да-да-да... Тихо не рыбать, а то я тебе пашку разнесу! Я одолжу вашу шубку, мадам. Возьми. Прой ствол, кусок. Потанцуем? Потанцуем. Лицом к стене! Я сказал, лицом к стене! Ключи оттачки, быстро! Лицом к стене! Лицом к стене! Лицом к стене! Лицом к стене! Садись, быстро! Судья! Давай, к этой! Ага! Ну-ка, мужик, давай варим! Ребята! Давай-давай! Подождите, через чок дайдут! Ребята! Понял! Мужик, девочка! Да вы чего, а? Ребята, что? Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты не заднете с руля? Ты что, не мог дождаться окончания номера? Не мог. Дело есть, нужно серьезно поговорить. Ты у меня случайно дома ничего не забыла? Трусики. Не только. Подумай хорошенько. Ты что, из-за этого, что ли, меня вытащил? У тебя в последнее время совсем резьба съехала. Сейчас у тебя резьба съедет. Кто тебе велел подбросить ключ? Какой ключ? Какой ключ? Какой ключ? Что ты? Ты что? Молилась ли ты на ночь для с Дэмона? Ты что, совсем сдурел? Сейчас у нас с тобой будет маленькая французская любовь. Кто тебе велел подбросить ключ? Быстро! Быстро! Это они! Они подкладывали меня мужикам! Зачем? Чтобы потом шантажировать, я не знала. Что ты не знала? Я не знала, что для тебя это будет так серьезно. Кто тебе велел подбросить ключ? Быстро! Быстро! Охранник! Он сегодня работал? Нет. Откуда он? Они меняются. У них фирма своя. Я не знала. Как называется? Быстро! Быстро! Я не знаю название. Легион, кажется. Имя имя Легион. Черти. Сука! Черти. Черти. Ладно, меня тоже вот так лучший дружок заставил голышом по заливу километров десять чапать. Какой еще дружок? Витек, что характерно, фамилия у него была Сурков. Сурков. Вот такие дела. Оденься. Вляпалась ты в большое дерьмо. Советую исчезнуть из города недельки на две. А шубка в гардероб сдай. КОНЕЦ 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 Виктор Павлович, ну зачем мне эта бесплатная реклама? А, Виктор Павлович, ну слава разнесется по всему городу. От меня уплывут самые сладкие караси. А кто, кто платит, кто будет? КОНЕЦ 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 Такси вызывали. Был я снова в том дворе, где Заруцкого убили. Подъехал туда на Запорожце. Не то чтобы из подарки. Со двора чердачного окна не видно. Так что не мог Еремин видеть никакого блика. Не мог он мне ничего передать по рации. Понимаете? Тот, кто меня подставил, вышел на мою волну. А я принял его голос за Еремина. Может такое быть? Легко. Теперь остается выяснить, кому и зачем это нужно. Но кое-какие наколочки у меня есть. Следы ведут в некую фирму Легион. Короче, дело времени. Ну вот его-то у нас с тобой. И не достает. Я все-таки соточку шахну. А тебе нельзя. А ты знаешь, что меня снимать собираются? Вас? И снимать, как ты понимаешь, не в кино. Пока мы твой побег прикрывали, тут комиссия из Москвы. Бац! Ну и предложили мне. В отставку. Леша. Припомни, какие могут быть у тебя враги? Все мои враги в тюрьме сидят. А этот, как ты говорил... Легион. Легион. Там же в начальниках этот, как его, который еще под делу секты Свет истины проходил. Сурков. Сурков. Ага. Так что, его уже выпустили? Суд признал его показания. Может, он давал показания под воздействием психотропных препаратов. Год, условно. Ну и... Потом его из органов, конечно, поперли. Коммерцией занялся. Цветет и пахнет. Ну, а теперь понятно, откуда ноги растут. Пахнет, говорите. Это он зря. Ребяточки. Кто там у нас на вахте? Это я, Словцов. А там мимо тебя кухонь не проходил? Нет, Виктор Павлович. А. Придет? Срочно ко мне, понятно? Хорошо. Сосранец. Слушай. Привет, Сурок. Это кто? Не узнал? Богатым буду. Это ты. Ждал тебя. Что скажешь? Да не о чем мне с тобой разговаривать. А? Да ты чего звонишь-то? Дружок твой, Кука, просил тебе привет передать. А он где? С собой? Это я. Тут мне сейчас звоночек в офис был. Слушай, пробейте номер. Откуда звонили? Быстро. Я жду. Твою мать. Ну что, отсюда звонили вроде. Вот и автомат. Твою мать. 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 Ну, чего замочил? Здесь кукла какая-то. Вот так. Мать! Ты чего, Семенов, ухи поел, это ж я. Кто живой, Протан? Живой. Изотов вызывал? Вызывал, не отвечает. Пошли. Пошли. Помоги ее. Привет, Сырок. Ты мою посылочку с видеокассетой получил? Получил. Ну и как тебе кино? Интересно, кино. Только я не совсем понял, Леша, ты к чему это? А ты самое начало пересмотри, поймешь. До скорой встречи, Сырок. Ни черта не вижу без очков. Внизу к тебе посетитель. Хочет с тобой поговорить. Как он выглядит? Серьезно. Скажи ему, что я поднимаюсь наверх. Он поднимается наверх. Слушаю. Шеф, тут к вам какой-то хмырь пришел. Какой хмырь? Говорит, что серьезный. Говорит, что поднимается. Только кто же его пустит? Алло. Алло. Он уже здесь. Он поднимается. Давайте. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Великтор Павлович, лифт поднимается. Его там нет. Он на лестнице. Все на лестницу. Остался здесь. Ты чего? О, боже, он стал охрана со всех выходов. Перекрад всех полные выходы. Проверить вентиляцию. Проверить вентиляцию. Вот и все, Сурок. Приехали. Кино можешь выключить, а пистолетик отдай мне. Не надо, Леша. Не надо. Я все скажу, все. Кто заказал за Рудского? Не надо, Леша, пожалуйста. Я не знаю. Кто заказал за Рудского? Не знаю, Леша. Три. Леша, это был соличный заказ. Это их московские штучки. А я только стрелочник, Леша. Брешься, Руд. Ты где, Лешенька? Нет, правда, не было, Леша. Это был соличный заказ. А мне уже за Рудского. Мне филарет перезаказал. Знаешь такого, Леша? Куда поделался старик с зонтиком? Кто меня подставил? Я подставил, Леша. Без попутал. Прости, Леша, ты где? А старик... Я все расскажу, Леша. Только дай слово, что ты меня убьешь, Леша. Я тебя не убью, Сурок. Слова? Слова. Еще руки от тебя марать. Только и ты дай слово, Сурок, что дашь мне отсюда уйти. Конечно, Леша, конечно, конечно, о чем речь? Прости, Лешенька, прости. Леша, ты где? Леша, ты где? Виктор Павлович, вы? Он только что был у меня. Уехал в лифте. Встречать его внизу, быстрые идиоты. Виктор Павлович, в лифте никого нет. Нормально. Грамотно. Грамотно. Смотри, не обманул Сурок. Вот сюда этот старик и ушел. Ну, что там? Ну, вот и все, Андрюха. Звони Иванычу. По поступившей оперативной информации, в прошлый понедельник был произведен досмотр ячейки под номером 17 автоматических камер хранения. Обнаруженные оперативниками в ячейке 100 тысяч долларов США при проверке оказались фальшивыми. Видимо, кто-то из уголовных авторитетов хотел таким образом обмануть своих партнеров по криминальному бизнесу. Однако подобные обманы в уголовной среде, как правило, не прощают. Все. Я труп. В общем, в моем лице просили вам передать извинения и прочее, так сказать. В общем, забирайте. Чуть не забыл сказать. Кука этот твой Николаев начал давать показания на Филарета. А на суде он от них откажется. Это еще погляди. Главное, у нас есть повод задержать Филарета. А там, глядишь, и он начнет давать показания. Поплывет. Сдаст. Своих столичных заказчиков. Лучшего не надо этого. А то выйдешь на заказчиков, а там, глядишь, и того. Чего ты? Вот как мы с Лешей. Корочек своих лишишься. Корочек, поглядим, кто, чего и где лишится. Посмотрим. Вот так примерно. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»